Чиновники придумали, как решить проблему с алкогольными суррогатами. Они предлагают сделать метиловый спирт, который используют вместо этилового, вонючим. Для этого добавлять в него бензин или керосин. Тогда любители смертельно опасных горячительных напитков, как иркутский боярышник, например, просто не смогут выпить отраву. Лайф провел подобный эксперимент, и бездомным предложили отличить обычную водку от смешанной с бензином. Давайте попробую, посмотрю. Это я не буду точно. Здесь спирт сильно много. Тьфу! Это вообще... Ну вот это все, я не знаю, этиловый какой-то, но здесь отдают сильно много спирта. Вот в этой рюмике. Я вам сразу говорю. А остальные бокалы? Остальные бокалы можете выкинуть. А что в них вас смутило именно? Запах бензина, спирта. А, бензин. И вот здесь вот сильно бензин отдает. А вот здесь вот, какая-то добавка, я не знаю, вот, ну, у меня организм бы не принял такой. Я даже, фу, типа солярки, что ли, что-то такое. Фу! Фу! Чем пахнет? Вот, знаете, отдает, типа, солярки. Спасибо. Огонь есть? Есть. Тут убедит. Вот это... Ну, это более-менее, да. Это более-менее. Более-менее. Ну, то есть не стали бы пить первые два... Нет, 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 нет. Нет. Ни в коем разе. Нет. Это бы умерли бы сразу. Асетон. Не будете такое пить? Если болеть буду, выпью. Бензин. Вот так. Вот первые два бензина, которые пахнут и ацетоном, как вы сказали, стали бы такое пить вообще? Если с похмелья выпил бы. Не пугает, что такое аромат? Что такое запах? Нет, с похмелья... Что хоть выпить? Один раз я взяла не в магазине, а в ларьке. По 100 рублей. По 100 рублей продавали водку. Я налила себе 30 грамм. 30 грамм налила. Выпила ацетон. По запаху непонятно. Это его только поймешь, когда вот на язык только попало. Да, на языке что-то почувствовать. На языке сразу почувствовать. Попель я не разберешь, а с подрядки выпьешь. Даже и боярышник попьешь. В советское время нормально водка была, я тогда не пил. Ну, это было по 3,62 в те годы. А сейчас подделка кругом. Одна подделка. Ребята, все, от чего зависим, не употребляйте. Ради Бога.